В Османской империи, которая просуществовала более шести веков, существовали тайны и табу, связанные с гей-отношениями среди османских султанов. Эти отношения были частью сложной и многогранной истории империи, которая оставила следы в культуре и обществе. Друзья, а я хочу вам напомнить о нашем Дзен-канале. Если вы хотите первыми узнавать про интересные события в мире султанов, султанш и не только, то обязательно подписывайтесь на наш Дзен. Там вы увидите то, чего нет на ютубе. Ссылка в закрепе в комментариях или в описании к этому видео. А мы с вами продолжаем. Одним из самых известных примеров гей-отношений в Османской империи является связь между султаном Мехмеда II и его любовником Халилом Пашой. Халил Паша был молодым и красивым военачальником, который привлек внимание султана. Их отношения были известны всем их близким, но они оставались скрытыми от публичного внимания. Следующий пример гей-отношений связан с султаном Селимом I и его любовником Мехмедом Пашой. Селим I был известен своими прогрессивными взглядами и открытостью к гей-отношениям. Он даже назначил Харсекли Ахмеда Пашу на должность главного военачальника империи, однако даже при такой поддержке со стороны султана отношения между ними были охраняемыми тайной. Важно отметить, что гей-отношения в Османской империи не всегда были положительно воспринимаемы. В некоторых случаях, когда гей-отношения становились известными обществу, они преследовались и подавлялись. Например, султан Мустафа II был связан с гей-отношениями, но это не единственное причине его свержения, что вызвало недовольство внутри дворца и привело его к свержению. Тем не менее, гей-отношения в Османской империи не ограничились только дворцовым окружением. Существовали традиции и секретные клубы, где геи могли встречаться и общаться. Эти места были своеобразными убежищами для геев, где они могли выразить свою сексуальность и идентичность. История гей-отношений в Османской империи оставила свое наследие на культуре и обществе. В то время как многие аспекты этой истории остаются тайной, они указывают на противоречения и табу, которые существовали в обществе. Однако эти отношения также свидетельствуют о прогрессивных взглядах некоторых султанов и их поддержке гей-сообщества. Таким образом, гей-отношения среди османских султанов были частью сложной и многогранной истории Османской империи.